Эфир телеканала ОТС продолжает программу «Экстренный вызов». В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте! Начинаем с главной новости этого дня. Сегодня решался вопрос об аресте ученого с мировым именем. В зоне пристального внимания известная клиника Мишалкина и профессор Покушалов, которого подозревают в хищении миллиарда 350 миллионов рублей. Суть истории озвучили без присутствия слушателей за закрытыми дверями, ссылаясь на тайну следствия. Уголовное дело возбудили по двум статьям. Мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов. По мнению силовиков, несколько лет подозреваемые с подельниками получали откаты за то, что на аукционах побеждали определенные поставщики медицинского оборудования и лекарств. При этом все фигуранты якобы действовали в составе устойчивой организованной преступной группы с четким распределением ролей. Это цитата. Сам ученый счел такие обвинения абсурдными. Честно говоря, я еще не понимаю, что происходит и как только вообще возможно в цивилизованной стране просто будет диспетировать. В основу материалов дела легли доказательства, собранные оперативниками ФСБ, в том числе расшифровки телефонных переговоров. Следователи ходатайствовали об аресте Покушалова. Якобы он может сбежать из страны, так как владеет недвижимостью в США, где живет его семья. Адвокат просила отправить фигуранта под домашний арест. Однако Фемида прислушалась к стороне обвинения. И одно из оснований представителя-следователя УФСБ по Новосибирской области о том, что в настоящее время невозможно изменить иную меру пресечения, не связанных с решением завода в виде домашнего ареста, поскольку такие браслеты отсутствуют. Защита намерена обжаловать решение. Адвокат уверяет, участвовать в афере с закупками замдиректора клиники не мог физически. Он отвечал только за научную работу в исследовательском центре. Коллеги Покушалова также уверены в его невиновности. «Человек является знаменитым не только у нас в городе и в стране, но и за пределами ее. И, собственно говоря, этот врач, который сделал очень много добра. И вот такое отношение, оно, конечно, вызывает просто шок». Следующие два месяца подозреваемый проведет в камере СИЗО. За это время следствие намерено допросить свидетелей и отыскать новые доказательства хищений в клинике Мешалкина. Мертвые души в образовательном учреждении. Дзержинский районный суд вынес приговор бывшему директору школы, который проворачивал махинации с фиктивным трудоустройством персонала. Александр Бродин руководил сельским учебным заведением в деревне Издревая. Запомнили его там, судя по всему, далеко не с лучшей стороны. Родители учеников жаловались на грубость директора, который, по их словам, нередко использовал нецензурную лексику в общении с детьми. Критиковали Бродина из-за отсутствия профильного образования. Но все это были мелочи по сравнению с претензиями оперативников ФСБ, которые выявили в школе крупные финансовые махинации. Бродин на протяжении нескольких лет фиктивно трудоустраивал в школу ранее знакомых ему лиц на различные должности педагогического и технического персонала. Однако фактически знакомые в образовательном учреждении не работали. Заработная плата перечислялась на их банковские карты, которые находились у Бродина. Таким образом злоумышленник снимал денежные средства и использовал их по своему усмотрению. Мертвые души числились в штате сотрудников почти шесть лет на ставках уборщицы, сторожа и электромонтера. По версии следствия, за это время предприимчивый директор прикарманил почти 2,5 миллиона рублей. Но в суде он это категорически отрицал. В ходе процесса подсудимый факт фиктивного трудоустройства признал, но заявил, что все деньги потратил на нужды школы. Однако Фемида фигуранту не поверила. Бродина признали виновным в особо крупной растрате и приговорили к 3,5 годам условно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Инспектор от взятки отказался, а водитель был задержан. Деньги Аликова конфисковали в доход государства, а самого осужденного обязали выплатить штраф 200 тысяч. В Новосибирске прошла масштабная спецоперация по задержанию наркодельца. Брали подозреваемого при поддержке спецназа «Гром» и инспекторов ДПС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полицейские устроили засаду на объект. Сначала под видом обычной проверки документов. Нужную машину остановили на трассе под Новосибирском. А уже после подключились спецназ и оперативники. Под обшивкой салона был тайник, из которого изъяли 15 пакетов с кристаллообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. Общим весом почти 15 килограммов. Как установили полицейские, задержанный приобретал оптовые партии наркотических веществ в Европейской части России, после чего доставлял их на территорию Новосибирской области, расфасовывал и сбывал посредством тайников закладок. Возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован на время следствия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупный производитель подшипников оказался втянут в не менее крупный скандал. Один из оптовых покупателей продукции выявил контрафакт на сотню миллионов рублей. Правда, теперь сам товар невозможно ни вернуть, ни продать, так как на склад с подшипниками нагрянула полиция. А фирма, которую предоставила дилер площади под хранение запчастей, покидает город. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эту машину спешно грузят мебель. Компания «Сибирский подшипник», входящая в крупный промышленный холдинг, сворачивает свою деятельность в арендуемом помещении. Параллельно в здании работает полиция. Склад с продукцией стражи порядка исследуют как место преступления. Правда, что именно ищут и какие есть претензии, осталось за кадром. Мы купили партию подшипников, крупную партию подшипников у компании «Торговый дом «Сибирский подшипник». При обработке приобретенной партии мы обнаружили, что почти половина продукции, на самом порядке 100 миллионов рублей, является контрафактной. Что значит контрафактная продукция? Продукция имеет маркировку, что она произведена в России, нанесли штампик производителя компании ГПЗ. Но при исследовании выяснилось, что эта продукция имеет происхождение Китай. Покупатель связался с производителем. Ведь китайские подшипники стоят в пять раз дешевле, не соответствуют ГОСТу и могут не подойти к конечному потребителю. Ответ от завода не получили. Собирались написать в полицию, но через несколько дней она нагрянула сама. И уже по обращению ГПЗ. Однако вместо того, чтобы искать виновного, по мнению Анджея, стражи порядка лишь препятствуют деятельности компании. В Новосибирске, я не местный, я из Москвы, по моим средним проживает порядка двух миллионов человек. Но в качестве понятых сотрудники полиции пригласили двух граждан с регистрацией в городе Вологда. Вологда – это место расположения завода ГПЗ. Наш собеседник считает, что-то здесь нечисто. Но только обысками злоключения дилера не заканчиваются. Даже качественную продукцию он не может отгрузить покупателям. Отсюда убытки до пяти миллионов в день. К тому же, его вчерашний партнер-поставщик уже забрал из офиса все компьютеры и документацию. А сам директор уволился. 6 числа я уволился из компании. Вы уволились на сайте? Да, уволился. А причина? Ну, скажем так, я узнал определенные факты, которые происходили в группе компаний. И не счел возможным работать в этой компании, зная о этих фактах. Долго ли продлятся следственные действия на складе площадью 2500 квадратных метров – неизвестно. Коммерсанты уверены – улики уже не найти. Поэтому они и обратились с жалобой в прокуратуру и МВД. Дмитрий Белькевич, Сергей Жданов. Экстренный вызов. И совсем уж зверская история закончит программу. В распоряжении нашей редакции оказалось видео очередного истребления собак, которое произошло накануне у жилых домов под Новосибирском. Это был целенаправленный массовый расстрел домашних питомцев. Смотрите сами. Хозяйка животных теперь опасается и за свою жизнь. Детям и особо впечатлительным людям этот сюжет лучше не смотреть. СНТ-ветеран, станция паровозная, Тагучинский район. Дом на окраине. Рядом трасса «Бугата-Крепьёва». Расстреляны в сердце, в печень и контрольные выстрелы у каждого в голову были. Рядом лежала гильза, которую я подобрала, она сейчас у меня. Расстреляли вас, маленькие мои. Вот так вот звери делают. Это не люди, это звери. Хозяйка собак даже знает, кто это сделал. Так якобы развлекался местный житель. Но доказательств пока нет, хотя женщина уверена, если полиция этим вопросом займется, вычислить стрелка будет несложно. Вокруг нет соседей, вокруг просто сугробы и лес. То есть собаки не могли никому помешать, потому что это лес, вы понимаете как? И это сугробы. Нет соседей вообще. Если, конечно, скажут, что они кинулись, ну тогда зачем вы пошли на мою частную территорию? У меня всё в собственности. Собаки охраняют только свою территорию. Там стоит шлагбаум. Одна просьба. Кто ехал на машине по трассе Бугата-Крепьёва 21 февраля с 2 до 5, посмотрите регистраторы. Возможно, в объектив попал и сам охотник, и его транспорт. В понедельник хозяйка животных напишет заявление в полицию. На этом всё. С вами была Ксения Смотрова. Берегите себя и увидимся на канале ОТС. Субтитры подогнал «Симон»!